Практически все школы в Хабаровске уже готовы к началу нового учебного года, а те, в которых еще идет ремонт, можно пересчитать по пальцам. Например, в обоих филиалах школы номер 47 нужно доделать пищеблок и возвести модульный спортивный зал. Все работы на личном контроле мэра города Сергея Кравчука. Когда все будет готово, узнавала моя коллега Наталья Чернышева. Пищеблок в школе номер 47 давно напрашивался на ремонт. Проверки Роспотребнадзора показали, размеры помещения нужно привести к нормативным, двери и окна заменить, обновить оборудование. К работам приступили в июне. Сейчас модернизация близится к финалу. Мы в свое время не попали 10 лет назад в проект Пишка. И поэтому это, наверное, единственная школа, в которой все было устаревшее оборудование и технологические, которые не использовалось тяжело. Поэтому было много нареканий. Поэтому мы очень ждали этого ремонта. На ремонт из городского и краевого бюджетов направили 8,5 миллионов рублей. В 2,5 миллиона обошлось технологическое оборудование для пищеблока. Нужно все-таки автоматизировать еще и труд рабочих, работников технических. Поставить посудомоечные машины, чтобы было время на то, чтобы заниматься и в обеденном зале, и вовремя накрыть столы. У нас до начала учебного года осталось не более двух недель. Мы успеваем все это сделать? Все успеваем. Оборудование все 100% сделает? 100%? Все 100%. Только вот сейчас заканчиваем косметику и устанавливаем оборудование. Да, устанавливаем, подключаем. В 47-й школе учится порядка полутора тысяч детей. Больше 200 из них с ограниченными возможностями здоровья. Для них работает 9 коррекционных классов и специальный ресурсный класс для детей-аутистов. Закрытые парты помогают им чувствовать себя защищеннее. Дети находятся в школе с 8 утра. Прием детей. Прием осуществляет учитель и тьютер до 17.00. То есть у них здесь группа продленного дня. У 47-й школы два филиала. На Матвеевском шоссе 23 и Дончука 14. Во втором, меньшем, обучается 500 с лишним детей. Для них возле школы сейчас строят модульный спортивный зал. Но к первому сентября подрядчик не успевает. Обещает уложиться к 15-му. Сегодня должна залиться плита. Делаем арматуру, довязываем. Металлоконструкция уже на подходе. Уже выехали с запада. То есть примерно прибытие где-то 22-23 числа. Это уже на вашей ответственности. Пусть заказчик применяет к вам санкции согласно контракту. Но если 15 сентября, то пока я принимаю. Участок для спортзала, который подрядчик изначально выбрал, не устроил контролирующие органы. Пришлось перемещать работы. Из-за этого и возникло отставание по срокам. Все, что было разрыто, нужно вернуть к первоначальному виду. Если, как говорится, наделал делов, пусть восстанавливает. Восстанавливает ограждение, восстанавливает зеленый газон. Здесь у нас полностью газон был. Здесь дети просто отдыхали, гуляли. Здесь была трава. Это привоз, грунта, высадка травы и так далее. Тем временем практически все школы в Хабаровске уже готовы и ждут своих учеников 1 сентября. Нам помогает правительство Хабаровского края. Благодарим Министерство образования за помощь. В том числе и по модульным объектам. Это у нас два модульных объекта в городе Хабаровске. Будет два спортивных объекта модульного типа. Поэтому совместная работа при подготовке к началу учебного года. Наталья Чернышева, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.